Спасибо большое, Владимир Анатольевич, прежде всего, за приглашение. Я всегда с удовольствием приезжаю, как я уже не раз говорил, в этот прекрасный город, и всегда рад вас видеть на этом замечательном форуме. Тема моего сегодняшнего выступления будет «Анестетийный инфекционный риск». Когда я сказал моему коллеге в Челябинске, бывшему коллеге, он сказал, что не очень интересный предмет, но как бы предмет очень важный, и, к сожалению, приводит к большим проблемам, которые мы рассмотрим с вами. Это мой госпиталь, которым я работаю 10 лет уже, на юге Англии. Если мы посмотрим на, поищем в YouTube слово «госпитальная инфекция», то появится масса ссылок, и довольно печальные цифры. Например, в США у одного из 25 пациентов возникает госпитальная инфекция, что приводит к 7-50 тысячам смертей в год. То есть, как бы, ну такая серьезная смертность от военного конфликта каждый год. Мы далеко ушли от Земельвейса с 1847 годом, когда он показал разницу в смертности между двумя акушерскими клиниками, где работали акушерки, где работали академические специалисты, и включая студентов тоже, где простое мытье урок к гипохлоридам привезло к уменьшению смертности значительного. Что же касается хирургической инфекции, в картине госпитальной инфекции, она занимает от 14-30% в зависимости, как вы считаете, и от 2 до 5% операционных вмешательств. То есть, кажется, это небольшая цифра, но в масштабе страны это громадные цифры. И, кроме того, это приводит к риску госпитализации выделения инфекционной терапии, соответственно, возрастают риски, возрастает стоимость. И почти до одного пациента 10 до 40 тысяч долларов в год в 2013 году цены. То есть, соответственно, сейчас это еще больше. Естественно, негативная публикация в прессе не приводит к популярности системы здравоохранения. Но буквально в этом году в Глазго смертность от инфекции, внутрибольничной инфекции связана с грибковым поражением. Два ребенка умерли от, опять же, внутрибольничного сепсиса, тоже в Глазго. И более старая новость, но больше касается нас, 2011 год, когда пациентка умерла от трептококка группы А, и возбудитель был выявлен в рукоятке лирингоскопа, который интубировали перед этим пациентом с этой же инфекцией. Кроме того, финансовая составляющая очень важна для госпиталя, поскольку, например, у нас в Британии есть показатель, сколько может пациента быть инфицировано в месяц. То есть какая-то такая красная черта, за которую переходить ни в коем случае нельзя, иначе господь будет финансово оштрафован. То есть если вот здесь 14, 13, то здесь приближается уже к 16, то есть это уже опасное сближение. Соответственно, принимаются там все необходимые меры. Ну и теология, она многофакторна. Нам она всем известна, как бы. Это и госпитальные факторы. Это пациенты, естественно, поскольку пациенты становятся более пожилыми, больше патологий, с разными заболеваниями цивилизации, как ожирение, диабет. И оперативное вмешательство у нас становится более сложным. Мы оперируем пациентов, которые раньше даже не думали бы оперировать. И более обидельный. Меняясь возбудителей, происходит их мутация, антибиотика устойчивость. Появляются те штаммы, которые раньше даже не являлись патогенами, которые, к примеру, энтерококи. Сейчас, как бы, это БИЧ, отделение реанимации, сионерапия, ванкомицин, резистентный энтерокок. Ну и, естественно, то, что нас больше, как бы, волнует, это этапы анестезии. То есть, те этапы, которые часто приводят к инфицированию наших рук, соответственно, мы обсудим это дальше. Это интубация тарахеи. Важна стерильная постановка венозного доступа, соблияние температурного режима, глюкозы, крови, норма гликемии. По возможности избегания гемотрансфузии, дебактериальной профилактики, оригинальности. И это мы, как бы, вот эти вот разделы мы рассмотрим более подробно. Ну что может госпиталь? Может, госпиталь, может, мы сканируем всех пациентов на стафилококк, нечувствительный к метицелину. И пациенты высокого риска, и пациент, у которых выявлен он, проводят санацию в течение пяти дней гелем, флоргосидиновым и назальным уперицином. Снижает этот риск? Снижает риск, конечно, было доказано. Возникают другие возбудители, которых раньше не было, как раз трениальная инфекция. Опять же, связано с пожилением пациентами, с иммуносупрессией, с использованием антибиотиков, особенно с фалоспоринов. Соответственно, антибиотика-префлактика очень важна. И цель – это подавление, естественно. Мы не можем сделать серийную среду, это невозможно технически, но мы подавляем как бы контаминирующие бактерии. Есть разные теории, говорят от 1 часа до 2 часов до разреза, но технически это невозможно, поэтому сейчас больше говорят от 0 до 30 минут до разреза, то есть как бы на индукции анестезии. И вводится повторная доза, если операция затянулась, либо довольно большая кровопотеря. И нет доказательств дальнейших доз, то есть использование дальнейших доз послеоперационного периода, если нет там контаминации раны, нет доказательств, что это показано и как бы приводит к пользе. Ну, есть гайды, которые можно как бы посмотреть. В интернете есть ап специальная для смартфона, называется MicroGuide, где как бы в предоперационном периоде рассмотрены все рекомендации по использованию технических антибиотиков, которые можно загрузить. Не нужно, по-моему, никакого пароля, ничего, все можно совершенно спокойно. Диабет, жесткий контроль диабета, по-моему, где-то 2006 год, еще была публикация о использовании инсулина, о постоянной терапии жесткого контроля. Показано уменьшение частоты инфекции, но, естественно, неудивительно риск развития гипогликемии. То есть как бы здесь палка в двух концах. Что касается гипотермии, я говорил в прошлом году о риске рецидива рака. Сегодня мы говорим о риске инфекционной, риске хирургической инфекции. Гипотермия приводит к большому количеству негативных эффектов, и большинство из них приводит в итоге к риску раневой инфекции. Поэтому мы пациентов согреваем активно одеялами, моторасами, согреваем жидкости, поскольку уже видно, что как больно часто пациенты поступают уже с гипотермией, уже в операционной, в предоперационном этапе. В операционной холодно, пьероги не любят, когда жарко, поскольку они потеть начинают в халатах. И, соответственно, мы выдержим согревать пациентов в итоге. Демотрансфузия. Много публикаций. Одна из последних, правда, ретроспективная когорта показали, что увеличивается риск, ассоциация с риском трепешного сепсиса и септического шока у пациентов в колоректальной хирургии. Ну и много публикаций по модуляции инфекционных осложнений. Соответственно, рекомендовано ограничить порог трансфузии по возможности, в зависимости от пациента, от его патологии. Соответственно, с сюжетом гайды. Контрольный лист ВОЗ, который уже около 8 лет у нас внедрён. Одним из этапов, вторая часть, тайм-аут перед разрезом, включает в себя профилактику хирургической инфекции. Это и антибиотика профилактика, это согревание пациента, это удаление волос в зоне разреза и контроль диабета. Это отдельно выделен довольно важный раздел. И довольно часто ловишься на мысли, что, допустим, ты забыл ввести антибиотик. На этом этапе, когда это помогает напомнить, особенно когда сложные проблемы с дыхательными путями, это помогает не забыть ввести препарат, который жизненно важен иногда. Гайды, на которых мы основываемся, это гайд Ассоциации анастезиологов в Великобритании. Он опубликован тоже онлайн, можно посмотреть. Ну, в Америке свой гайд Американского общества анастезиологов. Не стоит повторять, что один из важных факторов это вегиенорог. То есть есть рекомендации ООС, 5 этапов, которые перейдены на русский язык. В условиях анастезиологического пособия, в условиях операционной это довольно сложно, потому что мы контактируем с пациентом, с оборудованием, с окружающей средой очень часто. Это интенсивная работа, особенно на пиндукции и пробуждение после анастезии. То есть довольно сложно. Есть такие плакаты, висят во многих местах госпиталя. То есть пациентов стимулируют спрашивать, помыли ли медсестры и врачи руки перед тем, как их контактировать с ними. То есть это нормально спросить у врача или у медсестры. То есть как бы это тоже стимулирует. Исследования провели по трансмиссии во время индукции анастезии и последующие пробуждения. Посчитали количество бактерий, которые выращиваются со смывов анастезиологического аппарата, анастезиологического оборудования. И они обнаружили, что контаминация проходит первые 4 минуты. То есть уже кругом выявляются бактерии, прежде всего была чистая поверхность. И чем больше выявляются бактерии, тем выше риск инфицирования внутривенного катетера, что как бы приводит к риску внутривенного септиса. Соответственно, как ни странно, то есть понятно, что чистота гигиены рук, мы уже сказали, что это самые интенсивные этапы нашей работы. Частота гигиены рук уменьшается во время индукции и пробуждения анастезии. И, соответственно, количество колоний также растет на этом этапе. То есть два этих этапа. Рекомендации они привели деконтаминацию рук, рабочей поверхности, скрининг пациентов и деколонизация и внутривенный уход. Специальный подход к комплексу мер по предотвращению инфицирования внутривенных катетеров. В редакционной статье был введен термин «фекальная патина». То есть большая часть нашей среды, нашей ансилогической машины, оборудование в конце рабочего дня превращается покрыто как бы каловой-каловой флорой, то есть что как бы пугает. И как бы описано такой заколдованный круг, когда пациенты, инфицированные пациенты через руки персонала переносят бактерии на госпитальную среду, на оборудование и обратно к пациентам. Либо инфицированный персонал переносит на пациентов. То есть как бы это в обе стороны процесс передачи происходит. как бы трансмиссия происходит во всех направлениях. Вектор передачи руки, как мы уже сказали, перчатки приводят к чувству ложной как бы защищенности. И перчатки, значит, истерили. Совершенно не так. То есть мытье рук никто не отменял. Алкогол-гель, он, кстати, неэффективен при холостерильной инфекции. Мыло, флороксидин, битадин. Обнажение по локоть очень важно. То есть вот эти вот два американских специалиста противоречат нашим стандартам. То есть часов не должно быть, как же ювелирных изделий. То есть все должно быть как бы голое по локоть и нижелое. Должно быть все как бы чисто для обработки. Ну и вот показаны участки, которые были инфицированы после этапа индукции анестезии. Интересные исследования привели в симуляторе, когда использовали двойное как бы когда использовали краситель ультрафиолетовый, который виден в свете во рту пациента. И затем группа анестезиологов, которые не знали в чем суть исследования, проводили обычную индукцию в водный наркоз и в последующем как бы смотрели в какие этапы светятся в ультрафиолетовом цвете. И как бы ну громадное количество. То есть просто вот эти вот звездочки это все то, что было руками, перчатками перенесено на поверхность, на рабочей поверхности. Эрингоскоп, клинок, рукоятка, очень часто, в 100% простейших случаев, ротаметр, внутривенная конюля, что самое как бы настораживает больше всего. Они предложили, кстати, использование двойных перчаток. То есть перед интубацией у ансоциолога двойные перчатки, после интубации верхняя пара перчаток снимается и остаются чистые перчатки для уже более-менее чистой работы, чтобы не разносить раневую ротовую инфекцию, инфекцию ротоглотки. В ротоглотке существует более 600 патогенов и из них где-то 60% не классифицированы. То есть что там происходит, то есть это как бы не самое чистое место в организме. Другое исследование тоже в симуляторе. Они использовали тоже ультрафиолетовый краситель. Предложено было использование двойных перчаток, выделение специальной зоны для лингоскопа, бужей и масок, как бы изначально грязная зона, гигиена рук перед контактом с оборудованием, гель, везде стояли эти, флаконы с гелем и отмечено 27% снижение передачи индикатора. То есть до процедуры, до введения этой процедуры, после высокого важной процедуры, этапы, они были как бы улучшены, уменьшена бактериальная семьяненность. Мы провели тоже как бы внутреннее такое посмотреть, что мы делаем в операционной. А можно звук какой-то здесь? Или это невозможно? Ну, неважно. По большому счету, то есть вот это наша в палате симуляционный центр, я провожу индукцию общей анестезии у пациента. То есть я поставил древянную конюлю, относительно стерильной перчатки еще пока что, и значит я начинаю индукцию, ввожу фентанил, контуры дыхательные меняются каждый день перед каждым этапом работы, перед каждым рабочим днем, фильтры меняются перед каждым пациентом. Ну и соответственно маски естественно тоже. Мешок ввели на полу, что в принципе недопустимо, и внутривенная система тоже как бы в опасной близости от пола. то есть я ротаметр увеличу количество кислорода, ввожу сейчас пропофол, или как бы имитатор пропофола, это мой техник ЭМО, она помогает, мне подает григоскоп, подает трубку, фиксирует трубку, сейчас проводится индукция анестезии, пациент засыпает и мы переходим к этапу интубации трахеи. Не совсем удачная эргономика, приходится перекидывать руки туда-сюда, поэтому как бы ну и многое в этом как бы видео не совсем удачно. Ларингоскоп, сейчас как раз зазвучал сигнал тревоги, я его выключила, это как бы был артефакт. Сейчас она немного поднимает эту каталку повыше на мой, на мой для моего роста. Мешок не развод, поскольку был переключатель в другую сторону направлен, поэтому это же потом было обнаружено. Но тем не менее, суть не в этом, а суть, что происходит после интубации. То есть ларингоскоп, клинок, рукоятка, полностью одноразовая, мы все выкидываем рукоятку и клинок, каждый раз новый перед каждым пациентом. то есть все одноразовая. Интубация совершенно недопустима, то есть должен быть отдельный лоток для ларингоскопа, какая-то рабочая среда, которая потом используется для следующих пациентов. Хотя она и обрабатывается, но обработать полностью от такой среды очень сложно, от такого микробиота. Соответственно, мои уроки, как вы видели уже, которые были во рту пациента, сейчас они на мешке, то есть я подавал кислород дополнительно, вентиляция нормальная, сейчас я уменьшаю поток кислорода, начинаю регулировать, настраивать вентилятор, режим установки, то есть как бы показано лишь, вот эти участки, они самые инфицированные в нашей рабочей среде, включая вентилятор, ротаметры и испаритель, анестетика. Эмма фиксирует интубационную трубку сейчас, так как бы этап индукции завершен и я добавляю пропофол опять же теми же руками, теми же перчатках и касаюсь инфузионного порта, то есть как бы еще один риск передачи инфекции. Что самое неприятное, что это происходит каждый день, то есть как бы это вот обычная рутина нашей работы, ну кроме скажем, миллиарнерсков, мы не гладем их на поверхность. А можно? Ага. То есть вот это вот как бы пугает, то есть надо всяческое это делать и пока что не ясно что с этим делать, кроме двойных перчаток и обработки рук каждые пять секунд. Но проблема есть и проблему надо решать. Оригинальная инфицизия это отдельная совершенно тема, а все здесь очень важен. Мы провели такой опросник, 150 анестезиологов в нашем госпитале и регионе опросили и выяснили, что 12% не одевают например маску во время эпидуральной и спинальной анестезии, что пугает, шокирует, поскольку еще в 2008 году были описаны 4 случая мини-гита после спинальной анестезии в родах и с одним смертельным сводом в Америке процедуры выполнялись без маски и возбудитель стритококк был идентифицирован в ротоглотке анестезиолога. То есть это очень серьезный мы используем хлороксидин полпроцентный опять же из-за двух случаях тотально тетапараплегии после введения хлороксидина в спинальное эпидуральное пространство. Я не уверен, что полпроцентный лучше, но тем не менее риск меньше. Естественно рекомендации это маска перед каждым новым пациентом ну и стандартный наш подход с мытьем рук перчатками и пеленками обработка индивидуальным антисептиком не из большой бутылки для всех пациентов. Перчатки во время блокады региональной перечисли отношение к блокаде периодических нервов более какое такое легкое ну как бы считается такая малая инвизивная процедура но хотя перчатки используют где-то 60% наших коллег 33% часто используют но не всегда а 7% не используют вообще перчатки не одевают перчатки стерильные описанные случаи они случаются редко но довольно то есть могут привести к летальному исходу во Франции была публикация о смертельном исходе после блокады плечевого сплетения в подмышечном доступе развился стрептококковый некротизирующий фасциейт гель ультразвуковый гель как бы тоже легкое отношение 62% используют стерильный гель 30% используют нестерильный гель или стерильный гель как-то какой получится попадет под руку у нас есть 4 варианта один из такой бутылки который использует как бы все ультразвуковые ультрасонографы а есть стерильные гели которые мы стараемся как бы стимулировать чтобы использовали поскольку были описаны случаи когда инфекция передавалась через ультразвуковый гель включая клепсиелу включая стафилококк то есть как бы многие врачи игнорируют этот момент но это вектор кроссинфекции поэтому использование по меньшей мере стерильного геля и какого-то покрытия стерильного но не обязательно полностью чехол чехлы которые дорогие частично покрытия достаточно уменьшают риск передачи инфекции стерильный халат и маска установка катетером переневрального тоже очень важно поскольку отношение должно быть так же как и капитуральный спинальный анестезий поскольку процент инфекции довольно высок инфицирование но использование масок то есть естественно для каждой инвазийной процедуры ну в этом мы уже говорили аксептика гигиена рук и ларгисидин реанимация это отдельно как бы не сегодня тема сегодняшнего моего выступления но отдельно я хотел бы рассмотреть установка катетеров внутривянных концентральных инфекционных катетеров есть такая инициатива называется догоним мичиган в клинике мичигане была публикация они ввели как бы комплекс мер для снижения инфицирования катетеров которое привело к снижению чуть ли не в два раза катетерного сепсиса ну простая совершенно ничего такого совершенно изобретения какого-то сверхординарного обычный подход но как бы подход был методично использовался этот подход и кроме того медсестры реанимационные следили чтобы это использовалось врачами то есть как бы там был очень жестокий контроль но это приводило к частоте сепсиса от 5 до 5 на 1000 до 2 на 1000 то есть такое серьезное снижение есть определенные мифы операционные которые все как бы развенчаны один из мифов что частота открытия дверей трафик не увеличит частоту инфекцион осуждения это неверно это не так ламинарный поток воздуха предотвращает инфекцию это тоже неверно сейчас уже говорят о том что эти многомиллионные ламинарные установки они как бы не приводят к снижению инфекционного риска после этого после операции высокий уровень шума приводит к росту инфекционных осложнений поскольку хирург меньше концентрируется сезиолог меньше концентрируется доказано увеличение риска инфекции увеличение концентрации кислорода которое предложило всемиро организации здравоохранения больше мне кажется приводит то есть многие говорят больше приводит к вреду чем к пользе оригинальной анестезии и общей анестезии как бы это не ясно нет доказательств отдельный журнал вышел в 2014 в 2015 году который полностью посвящен инфекции связанной с анестезией в операционной как бы заголовок титульная статья был скрытая культура операционной то есть как бы говоря о культуре гигиены и о культуре которая вырастает после наших вмешательств пожалуйста вопросы на электронная почта вопросы индивидуальные такие плакаты у нас разрешены в госпитале на каждом углу то есть борьба с инфекцией она в ваших руках спасибо фидель спасибо вы еще и сэкономили три минуты пожалуйста несколько вопросов да пожалуйста спасибо за деклар у меня вопрос такого что что под выражением гемотрансфузии не приводит к увеличению риска инфекционных осложнений это напрямую потому что как бы доказано что алоиммунизация потом в перспективе ведет все-таки к увеличению инфекционных осложнений или вот это уменьшение обусловлено более высокотехнологичной гемотрансфузией в современном мире да то есть появлением каких-то фильтров лейкоцитарных и так далее нет то что я сказал в своей презентации то что гемотрансфузия увеличивает риск инфекционных осложнений то есть увеличивает увеличивает да там про гонебра рану по-моему было написано что не увеличивает инфекцию в ране в слайде это как бы было один из исследований более поздних что увеличивает риск ранен это было одно исследование ретроспективное но они показали что есть ассоциация между гемотрансфузией и развитием внутрибрючного сепсиса и последующего сепсиса внутривенного то есть речи о раневой ране только в итоге как бы это одно исследование дальнейшее исследование которое я привел дальше показывает что гемотрансфузии увеличивают риск после операционной инфекции спасибо пожалуйста еще вопросы Фидель будьте добры скажите пожалуйста вы в клинике одеваете стерильный костюм при выполнении рассеянной блокады мы одеваем стерильный костюм мы моемся как в операционную полностью значит руки одеваем костюм то есть одеваем маску сначала шапочку одеваем стерильный халат из укладки либо одноразовый либо многоразовый одеваем стерильные перчатки кроме того мы ввели сейчас после вот этих вот публикаций все кто находится рядом с ансиологом там ординатор помощник ансиологическая сестра они тоже одевают маски потому что они находятся также рядом с пациентом хотя это вызывает некоторое недовольство сотрудников но безопасность важнее спасибо за субтитры